Так, сейчас в нашем книжном клубе на Дне Славянских культур вот такая замечательная книжка, которая называется «Исторические прогулки с Франциском и Кариной» Инесса близкочастная. Это я. Вот смотрите, у вас она откровенно названа «Исторические прогулки». За последнее время на моей памяти, наверное, пятая книга, ну то, что я встречал, которая в скрытой или вот такой ярко выраженной форме, построена как исторически, именно как прогулки. То есть есть реально пройденный маршрут. Не то, что человек там засел где-то, не знаю, в библиотеку, в архив, да, а вдруг человек, даже не являясь специалистом, ну в таком вот как бы традиционном, в узком смысле слова, вдруг начинает развивать какую-то тему и он идет вот буквально по следу. А вот как у вас это все произошло? У вас с чего началась эта прогулка? Ну, дело в том, что два года назад, в 2017 году, в Беларуси праздновали 100-летие белорусского книгопечатания. Мы ведем исчисление своего книгопечатания с 6 августа 2018 года, когда Франциск Карина издал в Праге свою, и мы считаем нашу, первую книгу. Вот. И Франциск Карина очень интересная фигура, своя, не только для Беларуси, мы, наверное, об этом поговорим попозже. И идея была, я не историк, я не филолог, я журналист. Я корреспондент своей газеты СБ Беларуси сегодня в Европе, поэтому мне показалось, что моя идея была очень простая, поехать в те страны, в те города, в которых Франциск, связан с именем Франциска Карина, где он учился, где он жил и где он работал. Я пришла к своему главному редактору, он сказал, да, давай, делай. И мы поехали. Какой замечательный главный редактор. К��? Кадем. Кадем! в Беларуси было очень много книг о Франциске с Кариной, но никакой подобной книги не было. — То есть, конечно, это научные конференции, монографии. — Были еще, например, книги, была «Детская энциклопедия Франциска с Кариной», это тоже, да, трехтонная детская энциклопедия, где очень таким доступным языком детям объяснялось, кто он такой, что он сделает, это тоже важно. Но моя идея вот этой вот сначала серии статьи, а потом книги заключалась в том, что мне хотелось именно пройти по городам, где он был, увидеть, сохраняется ли какая-либо память о нем, и поговорить с людьми, которые занимаются изучением его наследия, это историки, филологи, которые по-прежнему занимаются, мы их называем скориноведами, поговорить со скориноведами, и нам это удалось. И мы пошли совершенно логично по этапам его жизни. То есть он учился в Кракове, он получил то, что мы сейчас бы назвали первое душеобразование в Кракове, мы поехали в Краков. Он получил научную степень доктора медицинских наук в университете в Падуе, мы поехали в Падуе. Он издавал свои книги в Праге, мы искали следы типографии, где находилась его типография именно в Праге. Потом, естественно, Вильна, где была создана францисском с Кариной типография в 1525 году, я думаю, Литва будет широко праздновать этот юбилей, вот, и потом снова в Праге, потому что у него два прашних периода. Потом самое интересное для меня в этом проекте было то, что были люди, с которыми мы встречаемся. Вот, например, мы приехали в Краков, и к нашему большому сожалению о нем, о францисской истории в Кракове никто не знает, да. Памятника ему нет, например, другим великим уроженцем белорусской земли, как мы это называем, да, Тадеюшу Костюшка, Адаму Муцкевичу, памятники есть, а францисской истории нет. Вот. И мы пришли в университет, где он учился, о нем практически... В Гиленовске. В Гиленовске, да, который тогда при нем был Краковский. Там есть мемориальная табличка. Потому что в начале 90-х годов, когда распался Советский Союз, Беларусь стала, в общем-то, впервые в своей истории независимой страной, был период, когда мы установили, мы, я люблю Беларусь, установили мемориальные таблички в честь процесса старин, практически во всех этих местах. То есть мемориальные таблички в начале 90-х годов были установлены. В Кракове, в Патрую, в Праге, в Праге потом памятники мы установили. Вот. Но людей, которые вы смогли рассказать о своих настоящих стариноветах, Краково мы не встретили. Но! Но встретили там человека, директора музея, архиепископа Чолика, который рассказал, вам нужен Александр Наумов. Александр Наумов больше всех больше знает о Скорине. Он сейчас преподает в Венеции. Я его нашла. Мы с ним списались. А он же сам этнический белорус. И он сказал, я вижу себя вот этим вот самым Скориной, который несет знания, и мы поехали в Венецию для того, чтобы с ним встретиться и поговорить. Это была замечательная встреча. Потом Наумов рассказал нам про Герлиц, где в 2003 году была вообще для Беларуси великолепная сенсация. Нашли конвалют из 11 книг Скориной. И они в прекрасном, в прекрасном состоянии. И в этом конвалюте... Конвалют — это когда 11 книг... Это просто, может быть, не все знают. Не обязательно. Да, 11 книг под одной обложкой. И там есть все. Вот все самое выдающееся, что есть о Скорине. То есть его знаменитый портрет, титульные листы, гравюры. И все это в прекрасном состоянии, потому что 275 лет к этим книгам никто не прикасался. Неизбежный вопрос. А чей это конвалют? Вообще известно, кто это сделал? Предполагают. Немцы только предполагают, кто. Он собрать это под одну обложку. Есть предположение. То есть как именно он оказался в Герлице. Наумов мне сказал вот так. Ну, знаете, Скорина ехал из Браги в Вильню. Нес свои книжки на тележке. И, наверное, по дороге кому-то дарил. И вот кому-то он подарил. Но в Герлицскую библиотеку... Представим себе, да. Я еду, у меня целый чемодан айфон. Десятый причем. И я их кому-то расставил по дороге. Лишь по тому времени он обладал чрезвычайной материальной ценностью. То есть просто так кому-то подарить... Нет, там какая-то очень интересная история. Это не правда. Потому что первый из известных обладателей этих книг, которые потом оказались в инвалютах, он один из деятелей реформации. И меня в Беларуси, например, приглашали на международную конференцию, посвященную Скорине, которую организовывала церковь зенитистов седьмого дня. Потому что в тот момент, когда они узнали, что вот этот конвалют был у деятелей реформации, они сразу стали Скорину записывать к себе. Ну, знаете, Скорине ведь с ним ведь как? Его записывают каждую конференцию, в которую хочет. То есть православный Наумов, например, профессор в Венеции, он православный. Он доказывал мне, что, конечно же, Скорина был православным. Сергей Темчин, вернее, Сергей Темчин в Литве, он доказывал мне тоже, что он был православным, но гораздо ближе к католикам. Значит, Илья Немешкин в праве говорит, что, конечно же, он был католиком, но, возможно, все-таки он был гуситом. То есть сам Скорина называл себя христианином, никаким образом не выделяя свою конфессию. И вот просто вот эта вот история с конвалютом в Берлице и несколько других историй, с которыми мы сталкивались, она говорит о том, что, к сожалению, мы о Скорине не знаем гораздо больше, чем мы о нем знаем. Ну, конечно, с ним очень сложно, все при Време было такое уже очень подвижное, конституционально было. Но, судя по всему, конечно, по крайней мере, по имени, да, по крещению католиков. Трудно себя представить православного, да, среди французских. А брата его родного звали Иван. Ну, я, ну, точно, ну, нет, это понятно. Но французский все-таки у католиков. Ну, не важно, да, но вот мы подчеркиваем еще раз, да, грандиозный объем этого явления, которым является французская Скорина, да, вот как бы изначально, что это человек, который вмещал в себя, в общем-то, весь мир и делал это для всего мира. Но судьба Конболюта, это вот, конечно, очень интересная история. Очень интересная история, и как они его нашли, потому что он у них пылился где-то в запасниках, на него не обращали внимания, потому что это была какая-то... То есть он в каталоге числился, как Библия на славянском языке 16-го века. И они его совершенно случайно подняли в 2003 году, когда они отмечали 500-летие Библии, делали выставку у себя в библиотеке в Бёрлице, в Верхнелужинской научной библиотеке. И просто, опять же, понимаете, много таких вот случайностей. И случайно на эту выставку... Они, опять же, не знали, что это Скорина. Просто у них численность вот этого Библия на славянском языке. И случайно на эту выставку пришел немецкий профессор теологии, который много лет преподавал в Петербурге. Знал русский язык и знал, как выглядят книги Скорина. А, и мне его помните? У меня в книге указано, но я так вот не помню. И он предположил, что это Скорина. И таким образом они оказались владельцами... Ну, Галис – это Лужицкий ареал. Да, да. Вот, так что вот такая вот история с этими прогулками. Мы шли также за Скоринами. Вот это вот, ведьма, определяюще, да, что вы шли за. Да. И здесь как бы само находились люди, да, случились какие-то открытия. Люди, понимаете, самые лучшие вообще вот в этих наших прогулках, в этом проекте, это как раз-таки были люди. Потому что вот встретились мы, например, с директором музея в Кракове, которая с Кареней до того, как я написала письмо о том, что мы хотим к вам приехать и с вами встретиться, он о Скорине ничего не слышал. Вот, но после того, как он получил это письмо, он это все изучил. Он сказал, какой же он был замечательный человек, он же был человек возрождения, он знал столько языков. Он действительно был у нас в Кракове. И вот он-то нам дал книгу профессора Александра Наумова, который... Наумов – единственный в Польше человек вообще, который перевел все произведения, скорее всего, на польский язык. Вот, и он сказал, вот вам нужен Наумов. И потом другие люди нас передавали с Ильей Лемешкиным в Праге. Мы познакомились на международной конференции, которая была про Скорину. Потому что там еще есть такой в Праге, еще замечательный исследователь, есть Петр Войт, который занимается исследованием криптопортретов в книгах Скорины, в его библейских книгах. И вот там, на основании этих криптопортретов, Лемешкин... Здесь, кстати, в этом есть? Да, есть, есть. То есть Лемешкин развил вообще замечательную теорию про, так сказать, спонсоров, или, скажем так, книг, скорее, почему он издавал именно в Праге. А про все, а портреты донаторов, да? Вот чьи портреты предполагают? Да, да. Он предполагает, что они зашифрованы, то есть под святыми, на самом деле это реальные люди. И вот он предполагает, то есть он обнаружил четыре, он идентифицировал четыре портрета Владислава Эльштенберга, это был великий канцлер богемии, и что, скорее всего, и он был в том числе покровителем ордена Бернардинцев, а, как предполагается, Карина изучал латинский язык именно у Бернардинцев в Полоцке. То есть тут очень много всего завязано, очень много личных связей. И они каким-то образом будут проявлены, да, на результате этих путешествий вместе с Кариной. И обратил внимание, как необычно вообще построена ваша книга, и сразу чувствуется, конечно, что это логика не такого традиционного, да, исследователя книжного, это медийная логика, она очень медийна. Вот, и как я понял, для меня, я тоже медийный человек, да, для меня это как бы открытие. Не знаю, когда оценят другие, но книга необычайно интересна, она вот как бы все время меняется ракурс, да, она все время поворачивается. Но, как я понял, вы не единственный автор этой книги, да, поскольку присутствует ваша чудесная супруга. Да, мы уже соавтор, потому что без фотографии она бы смотрелась не так, потому что, поскольку это прогулки, нам нужно было, да, визуально в музее людей. И, знаете, и одна из наших целей была, вот и в Праге, и в других местах выходили, то есть в нашей поездке еще предшествовала исследовательская работа, когда я искала просто в разных источниках, например, здания, места, которые нам обязательно нужно сходить, в которых, которые Франциск Карина мог видеть. Да, то есть, вот, например, в той же Праге, вот есть Карлов мост. Ты знаешь, что он был во времена Скарина, но он выглядел по-другому, там не было этих скульптур, там, и так далее. То есть, я ходила, когда к тому же Ленешкину, говорю, вот, расскажите мне, какие здания были, вот, в какие здания здесь он мог ходить? Он мне показывает, вот, это вот Дома Золотой Лилии, прискорение, это была аптека, а поскольку он был доктором лекарских наук, то наверняка он здесь был. То есть, вот, мне было интересно еще, знаете, если можно сказать физическое измерение всего этого, то есть, вот, что люди могут увидеть. У меня в конце книги, там даже есть адреса Скариновские, то есть, куда они вот, люди могут поехать. Там, вредно, были даты. Да, да. Я, может, пригласил тогда, прошу, супруга, потому что уже у нас начался разговор, и он какой-то совершенно хорошо вас увидит. Да, спасибо. Давайте вдвоем. Нет, 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 никуда не убегай. Садись, я... Путь вставлю микрофон, тогда я вам дам. Спасибо. Расскажите про ваши прогнозы. Ну, я, прежде всего, хотел бы Инессу дополнить и немножко поделиться своими впечатлениями, просто как человека. Понимаете, вот, я редко свою жену хвалю, но, в принципе... Очень редко мог быть. Да, ну, может быть, это и хорошо, но это на самом деле получилось интересное и нестандартное произведение. Если говорить о наполнении, я пока не трогаю фотографий, если говорить о наполнении, о тематике, потому что, ну, с Кариной или там ученые, Инесса, конечно, прежде всего, встречалась с многими учеными, но у них свой взгляд. Вы правильно сказали. Они сидят, к сожалению, вот и наши белорусские ученые, они мало где сами бывали еще, на самом деле. Они мало где были. Мало кто в Чехии был, мало кто с тем же Наумовым встречался, мало кто там в Польше. Просто история про то, что даже если они приезжают, они упираются в свой архив, да? Они упираются в свой архив или в свою международную конференцию, и все, и на этом заканчивается. А вот эта книга, она изложена, ну, как вам сказать, вроде бы языком дилетанта, но та тема, которая может просто, понятно, для простого человека, для того, кто не лазил там по библиотекам, кто, может быть, даже и иногда не слышал этого имени, хотя это великое имя. Это ничего, это нормально. Вот. Поэтому и она сама для меня, в частности, вот эта вот история, этот проект, это какое-то получилось путешествие. Хотелось бы сказать, чтобы в нем было продолжение. Вы правильно заметили, что это можно было бы даже, вот некоторые темы, вот, ну, к примеру, с тем же «Конвалютом», это можно было бы даже развернуть кому-то, я вот и Месси говорю, это можно даже исторический детектив написать, там, как он вот, где, откуда, почему, как. Ну, вы правильно это подметили, тематику. Поэтому это, что касается самой книги и ее содержания. И самое главное, что нам запомнилось, конечно, это, прежде всего, люди. Кроме того, что мы сами прикоснулись к такой великой личности. Ну, и к истории прикоснулись. Да. Ну, я говорю, к истории, к великой личности прикоснулись. И я хотел бы подчеркнуть, что эта личность не только для белорусов или не только, может быть, для западного европейского или центральноевропейского пространства. Это вообще для славян. Это наша славянская личность. Я не отздаю и, условно, там, скажем, и от России, потому что следующие его последователи пошли уже и в Россию, они здесь работали и так далее. То есть это славянская личность. И для меня это, конечно, было очень интересно, очень важно. А что касается, скажем так, меня спрашивают, ну, Инесса, да, Инесса работает с материалом, а я работаю с фактическим материалом. Вот он, материал. И а что тебе запомнилось из этого проекта или что там самое главное для меня было? Конечно, хотелось бы сказать фотографии, виды и все прочее, нет. Вы знаете, как ни странно, для меня запомнилось два момента. Это запомнились запахи истории и люди, с которыми мы работали. Ну, конечно, каждый свой снимок, я его помню наизусть, я вам могу рассказать про него, откуда, что, куда. Но это мне позволило тоже самому через фотоаппарат, если можно так грубо сказать, прикоснуться к истории. И я еще раз хочу почувствовать эти запахи, потому что мы были в тех местах, где на самом деле творилась история, и эти места еще многие, к счастью, остались. И когда ты там работаешь, и когда ты там ходишь, и когда ты фотографируешь, неважно, что ты там делаешь, или просто рассматриваешь, понимаете, вот ты вроде бы входишь в это пространство историческое. И кажется, я повторяюсь, но кажется, что вот сейчас, вот сейчас вот с Карина, вот из-за этого угла, там со своими студентами, выбежит, например, в Кракове, или там в Ходуанском университете он выступает. Мы тоже были в тех местах, в которых он находился. То есть ты уже входишь в это пространство, входишь в этот мир и пытаешься как-то представить для себя, как это было. Ну, насколько это получилось, наверное. Я просто хочу дополнить по поводу прикосновения к истории, когда Миша говорил, это было прикосновение к истории в прямом смысле. Потому что мы держали в руках Скориновские книги, вот, в Кракове, в библиотеке Чарторийских, в Бёрлице как конвальд, и еще была совершенно замечательная встреча с старинной книгой. То есть в Падуанском университете нам принесли книгу учетных записей Падуанского университета «Защита ученых степеней». Такая, знаете, толстая книжка в потертой такой ухоженном переплете, на ней написано чернилами от руки 1512-1523, и три страницы в этой книге посвящены экзамену, который там держал Франциск Карин, у него было фактически два экзамена, один предварительный, другой окончательный. И вот мы листали эту книгу. Это вообще вот совершенно... Вот есть ее фотография, и есть листать ее было, конечно, огромное удовольствие. А это издано, кстати, вот эта запись. Да, вот она издана, расшифрована, все есть. Но они принесли нам оригинал. То есть мы листали вот оригинал этой книги, то же самое, как вот и «Конвалют» в Герлице, и вот это вот издание, которое библиотеки Чарторийских в Кракове. То есть все люди, с которыми мы сталкивались, они были очень добры к нам, на самом деле, потому что имя с Кариновской объединяет всех, даже тех, которые об этом не знали до начала нашего проекта. Ну и последнее, что эта тема, в общем-то, не закрыта. К сожалению или к счастью, она не закрыта, эта тема. Я не имею в виду, для нас, она вообще для истории не закрыта, потому что мы до сих пор не знаем, где с Кариной последние свои годы провел, как он их провел и где он подсоторонен и так далее. Но у нас в той же Чехии есть, например, историк-любитель, просто историк-любитель, он уже нет, по образованию, который в городе Ниджиховградец нашел документы, связанные с сыном с Кариной. То есть он доказал и нашел документы, написанные собственной рукой сына с Кариной, о том, что он тут там жил, он работал садовником и врачом, точно так же, как отец. То есть на самом деле эта история продолжается. Просто когда мы работали над этим проектом, мы сталкивались несколько раз, например, с непониманием со стороны белорусских ученых, которые меня спрашивают, почему ты делаешь интервью с иностранными учеными, почему не делаешь с белорусскими. Я говорю, потому что вот у меня такой ракурс международный. Потому что та книга, которую мы держали в руках, вот эти пабы, наши ученые ее не держали. А еще для нас было очень важно, потому что для каждого журналиста это очень важно, быть хоть в чем-то первым. И мы были первыми. В Бадуанском университете они нашли для нас, на самом деле, все, что готовится. То есть мы переписываемся с ними несколько месяцев, рассказываем, что мы хотим сделать, для чего нам это нужно. И когда мы приезжаем, в Бадуанском университете, они очень хорошо отнеслись к этой идее, они подняли свои архивные записи, там, 16-го из какого-то века. И они нашли нам конкретный зал, и отвели нас в конкретный зал, где Франциск Карина держал свой экзамен. Вот. Зал совершенно современный, и, конечно, это разочаровывает. Но там сохранился оригинальный потолок. Именно тот потолок, под которым с Карина экзаменовался. И Миша был первым белорусом, который этот потолок сфотографировал. Мы были первыми, которые публиковали эту фотографию. На самом деле, это, наверное, может показаться немного смешным, но для нас это было очень важно. Потому что вот это тоже было одно из всех прикосновений к истории, которые для нас так важны в этом проекте. Ну, и нам кажется, что и для читателя они были бы такие вот нюансы, моменты тоже важны. Я еще раз хочу подчеркнуть, может быть, сам по себе историк или тот, кто очень упорно занимается этой темой или направлением, он ничего нового для себя не найдет. Но здесь изложена история в нашем понимании и в том виде, в котором она может быть доступна более широким, заинтересованным, не считается. Сильские библиотеки. Вот. Сейчас я просто дополню с своей стороны. Знаете, что сейчас мне подумалось? И я несколько раз был свидетелем таких ситуаций, где, значит, присутствовали историки и археологи. И между историками и археологами по конкретному случаю не было взаимопонимания. Ну, историк что он? Аргументирует документы. Вот мне вот такой документ написан не так. И однажды археолог, который копал то, что они обсуждали, говорит, знаешь, поверь в моей интуиции археолога, и я это беру в руки. Вот я чувствую. Вот то, на самом деле, чем вы занимаетесь, мне кажется, очень близко к тому, что делает археолог. То есть вы по-своему копали вот эту тактильность истории, да, ее прощупывание. Вот это какой-то все-таки удивительный момент, связанный еще с какой-то вот живой историей, живой интуиции. И знаете, еще, да, это все так. Еще мне, например, было, опять же, как человеку, который не историк, да, было интересно другое, что когда ты общаешься с людьми, которые вот занимаются стариноведением, что для кого важно? Потому что одни говорят, что... Не важно, какой он был в конфессии. Другие говорят, это очень важно. Значит, одни говорят, что очень важно знать, где конкретно стояла его типография в Праге, где конкретно вот это вот здание Праги, Вильня. Мы должны знать обязательно, вот действительно ли здесь вот это все было. А, значит, другой говорит в той же Вильне, что... Нет, там вообще не важно, где была типография. Ведь самое главное – это его тексты. В его текстах все сказано, там все можно найти. И вот это вот разнобой, разнородность, мне кажется, что... Это вот такой исторический уголосец, потому что на самом деле не очень... Это как историк, можно сказать. Не очень понятно, что такое вообще история сама по себе. То есть она может быть так, она может быть и эта, она может быть вообще сверху, или вот так на 360 градусов. Вот. И некоторые кладут жизнь, чтобы доказать, что типография стояла вот здесь, а не на полтора метра вправо. Вот всю жизнь он это доказывает, выступает на каких-то конференциях, пишет монографии и так далее. А другой скажет, нет, не в этом-то дело. Дело в том, какой результат, да, оказали, дали его текст. Совершенно верно. И вот мы с этим столкнулись с тем, что вот с этим... С другой стороны, все эти люди собираются вместе на конференции, обсуждают это все. То есть они пишут монографии, посвященные одной, вот, например, там, изображение Тао Христа на знаменитом портрете Франциска Скорина. Я читала целую, целую большую научную статью об этом. Она, конечно, интересная, но я все думала, как же я могу ее включить вот в эту свою книгу, потому что многое уходило немножко в сторону то, что было слишком научно, скажем так, потому что все-таки, когда я делала про это, эту книгу, мне было важно, чтобы ее читали, читали не только ученые, естественно. То есть ученых я как раз-таки боялась вообще, потому что с точки зрения ученых и научности в этой книге, ну, практически ничего нового нет, того, чего они не знали. Там может быть сфотографировано то, чего они не видели, или мы с Мишей пощупали и дотрогнулись, до чего и дотрагивались они. Но мне было очень важно, у нас есть, считается, одним из наших самых выдающихся белорусских скориноведов Георгий Галинченко, который доказал, что Скорину не звали таким Георгием. Потому что там был в советское время, в советской скоринографии была такая теория, что на самом деле он Георгий Франциск Карина. Да, он доказал, что никакой он не Георгий. И Галинченко мне сказал, что моя книга была самая научная из ненаучных. Для меня было самое главное, я нигде не соврала. То есть с точки зрения научных фактов и историй, там все чистая правда. А уже то, что говорят другие люди, какие-то их идеи, какие-то их интерпретации, это их. Ну вообще это оставило научным людям их проблемой. Потому что они, как бывшие научные человекомцы, они наградили столько огородов, настолько напридумывали, и с этим с удовольствием разгребаются, пишут свои. Там труды, диссертации защищают и так далее. Но это все-таки их профессиональные проблемы. А вот где чистая история, мне кажется, она ближе к вашему маршруту исторических прогулок. Мне бы очень хотелось в это верить. Мне бы очень хотелось, чтобы люди пошли по этим маршрутам. И в Беларуси, я знаю, мне писали люди после того, как эта книга вышла, они уточняли какие-то вещи. Потому что вот два года назад, когда это было, белорусы реально ездили по маршрутам с Кариной. То есть для нас это было важно. Хотя, я говорю... Да, но есть люди, которые тоже в Беларуси, которые мне говорят, что зачем делать из Карины Беларусы. Но это уже следующий вопрос. Это уже следующий уровень дискуссии. Мы в Москве, а в Союз Беларусы, Михаил Иванович. Внутри какие-то проблемы. Внутри, в Минске, в других городах. И в принципе, знаете, у меня... До того, как я стала корреспондентом газеты «Беларусь сегодня в Европе», я 12 лет прожила в Китае. И у меня из моих синих книг шесть о Китае. Это первая книга, которая не о Китае. И я встречала много людей в Беларуси, которые мне сказали, что это главная книга в моей жизни. То есть меня благодарили именно за нее. Неизбежный, может, глуповатый, но неизбежный вопрос. А что-то из китайского опыта отразилось в этой книге? Нет. То есть это что, прям граница, да? И начинаем уже белорусскую книгу. Нет, ну, китайская тема продолжается. Китай же здорово перестраивали человека. Не-не-не, Инесса немножко... Немножко это самое... Он меня всегда поправляет. Да, я поправлю, вы правильно сказали. Отразилось, конечно, потому что Китай, ну, с точки зрения истории, все прочее, мы не трогаем, но с точки зрения бюрократии, это пример бюрократии. Это пример бюрократии самого высокого уровня. И там, чтобы решить, пробить, неважно, или тему какую-то, или вопрос, или направление, или чего-то, надо большое упорство, упрямство, в конце концов, и длительное терпение, чтобы, ну, о чем-то договориться, что-то решить и так далее. Поэтому вот Инесса этому там научилась в Китае. И сейчас тоже вот уже у нее выстроилась система, и она же сама говорит, что уже по шесть месяцев предварительно занимались, работали, ну, она, конечно, с этим проектом, уже с европейскими партнерами, и это принесло определенные результаты. Я считаю, что Китай научил кое-чему, и оно пригодилось уже в работе здесь, в Европе. Хотя в Европе бюрократия не меньше, поэтому только единственное, что она скрытая. У китайцев она... Да, она открытая, и архитически выстроенная, и там, ну, то есть по полу веку, да. Да, у китайцев она прямая. В Китае шесть месяцев это было мало, когда мы добивались разрешения на съемку там в одном месте. А когда я три месяца переписывалась с рестораном, который является прародителем рецепта утки по-пекински, просто чтобы пойти и у них снять, как... на документальном фильме, как они делают эту утку, три месяца я с ними была переписку на эту тему. Вот я обычно не ломаюсь, но они меня сломали, когда мне сказали, что мне нужно пойти и получить разрешение в департаменте внешней пропаганды пекинского муниципалитета. Я просто за один день договорилась с другими ресторанами, но они мне были прародительными, я хотела именно в том. Да. Но школа осталась. А теперь я вот что вспомнила, даже один такой очень известный эксперт-политолог мне сказал, знаешь, я был в Китае. Я говорю, ну хорошо, ну что случилось? Он говорит, знаешь, похоже на шпесинка с пекой. Я говорю, ну это и так понятно. А что тебя там поразило? Там какие-то мегаполисы, там небоскребы, производства, технологий нет. У них, понимаешь, как устроено. Родители работают, а дети с бабушками и дедушками ездят по маршрутам. У них, говорит, федеральная программа, это вот как бы передача опыта от одного поколения через работающие, к будущему, а потом они вместе ездят. Там какие-то там революционные маршруты, там еще о чем-то сказали. Я был по местам боевой славы. Вот я про вот эти вот исторические прогулки выбираю. Вот это вот какое-то продвижение, которое рождает будущее. То есть это у вас как-то про будущее, надеюсь. Я тоже на это надеюсь. Я, понимаете, мы белорусы, нам нужна своя история. Она у нас есть, но мы пока еще не пришли к национальному согласию в отношении национальной истории. Вот. И, то есть, есть масса моментов, которые нас разъединяют. И Скорина – это тот редкостный, редкостный человек для белорусской истории, который нас всех объединяет. Всех. У всех белорусов практически, ну, за очень маленьким исключением, которое говорили, зачем делать из него белорусов, потому что белорусов в то время вообще не было, когда он родился и существовал. Это было великое княжество ритовское, он был литвин или русин, и язык у него был рутенский, хотя мы предпочитаем называть это старым белорусским. Но Скорина – это тот человек, который нас объединяет. Для меня это тоже было важно, как-то белорусским. Ну, и он из древней столицы, скажем так. Ну, мы, скажем так, старого, самого старого города Белоруссии, из Полоцка. Поэтому, в общем-то, да, в общем-то, я… А-а-а, вы еще из великих домов. Да. Я, в общем-то, я ее из белорусов не списываю. Я считареву белорусам, и с самых корней, с самого начала это Белорусс, конечно. В каком государстве он жил, в каких он веках, там, в каких направлениях двигался. Разначально он, извиниться за громкое слово, сын земли белорусской. Поэтому здесь тоже для меня, например, нет исторического спорта. Скажите, а вот, ну, книжка написана, видимо, изначально по-русски. Да. Издана по-русски. Да. А это первая презентация в России? Да. Вот как. А вообще российские библиотеки получили ее? Я не знаю, думала, что нет. Я знаю, что это отдел редких книг, здесь в Белосеве иностранной литературе уделяет достаточное внимание наследию Скорей. Сейчас, конечно, новые возможности, какие-то новые стратегии развития не только исследовательской традиционной, но и популяризаторской деятельности. И вот это для популяризации наследия, возрожденческого славянского наследия, то, конечно, лично принципиально важен. Ну, у меня еще у нас 4 июня будет презентация этой книги в Калининграде, в областной библиотеке Калининграда, потому что в Калининграде есть памятник Скорине, Скорина там был, когда это был, естественно, Кенигсберг, и с этим связана не самая лучшая страница его биографии, когда он там втайне вылез оттуда от врача и начальника, и князь Альбрек Бранденбургский очень возмущался этим делом и писал великому князю Литовскому. То есть была такая страница его биографии. А, ну это уже финал, да, Тевтонского ордена и государство, и наш герой тоже там успел, да? Да, он вообще, знаете, он был такой перекатиполем, он не мог сидеть на месте, он все время был в движении, все время двигался. А вот все-таки, что за странность его последними годами? Вот почему мы ничего не знаем толком про него? Ну это просто потому, что ничего не знаем. Вы знаете, на самом деле мы много чего не знаем. Мы не знаем, где он получил свое медицинское образование, мы не знаем, где он стал доктором философских наук. То есть на самом деле мы не знаем… А он не войной доктором? Да, да. Потому что в Патуанском написано, что он к нам пришел доктор философских наук. То есть, но мы не знаем, где он получил эту степень, мы не знаем, где он еще изучал медицину. То есть раз он сдавал экзамен, значит, что он ее уже изучил. Вот, на самом деле мы не знаем о нем очень многого, и идеи, что с ним было, в каком году он умер, где именно он умер, мы этого тоже не знаем. Это же науф не знали. К сожалению, нет. Это такое поле для непахода. У нас уже приезжало несколько белорусских историков в город Ческий Крумлов. Я не знаю, почему он в Ческий Крумлов. Потому что, с одной стороны, логично искать его там, где жил его сын. Вы же как Грация. Это богемия в любом случае. Вот. Но пока нет. Пока у нас ничего не работает. Да. В общем, будем следить по развитию событий. Мне кажется, что такие книги принципиально важны, потому что они оздоравливают и вот такую, скажем, профессиональную среду. Я не воспринимаю тоже видеть. Да. Я просто ее вижу, вот, если открыт там у нас, на четвертом этаже один редкий книг, он где-то в этой позиции может даже не как книгу, а на плазме как некую презентацию. Да. То есть, вот такие вот вещи сейчас просто необходимы. Надо об истории рассказывать новым языком. Да. И, может быть, даже прикасаться к истории как-то иначе. Вот так, как это сделали вы. Просто пройдя это пешком или проехав на машине, ну, где-то соприкоснувшись. И, конечно, самое удивительное, это я просто успел прориснуть, это интервью. Ну, вот, как выстраивается вот эта вот коммуникация вокруг главного героя. Что о нем говорят, как говорят. Ну, это ваши журналистские навыки, и они здесь, по-моему, блестяще вот легли в общей замысле. Спасибо. То есть книжка очень необычная, но я, чем больше я ее смотрю, пока еще не читаю, тем больше я понимаю, как она нужна. И, конечно, благодаря еще вот чудесному материалу. Да. То, что была отснята в пути. Потому что люди либо сначала глазами. Конечно. Ну, сейчас тем более у нас визуально, и так или иначе-то оно прежде всего. Вот. Так. А, значит, тираж и так далее… Тираж небольшой, но сейчас вот таких книг… В принципе, небольшой тираж был 700 экземпляров. А, 700? Да. Но Миша в издательстве изначально сказала, вы будете допечатывать. Сейчас осталось 90, все остальное распродано. И, может, шесть-то 80 км. Но я думаю, что у кого-то нашел, кстати, по-моему, на Мишу. То есть, у кого-то новое während с вами нет. О, да? А еще, это будет не скромно, но я все равно об этом скажу, она номинирована в этом году на национальную литературную премию в номинации «Публицистикам». Литературную? Да, есть номинация «Публицистикам», как и «Публицистикам». То есть результаты будут 6 августа. Жду замирания в сердце. Что, тоже ждем сетерпения. Ну то есть терпеливо, но ждем победы. Посмотрим. Ну и неизбежно, да, вопрос. А закончили исторические прогулки с Франциском, скорее? То есть во что-то дальше намечается именно с ним связано. Может такое? Конкретно с Ускоренной пока нет. Но мне бы хотелось, ну это в плане идей и желаний и возможных проектов, мне хотелось бы что-то сделать совместно с Литвой на эту тему. Потому что у Беларуси с Литвой сложилась такая совершенно необычная ситуация, что наша история нас в значительной степени разъединяет. Потому что мы говорим, что князь Ведемин, он белорусский князь, а литовцы говорят, что князь Ведеминас, он литовский. И белорусы не имеют к этому никакого отношения. Витовт, Витовтас и так далее, и Франциск Карина, Франтишкас Каринас. Но мне бы действительно хотелось что-то, потому что мы прекрасно поговорили в Вильнюсе с Сергеем Темчиным, он специалист по историческому языкознанию. Очень интересно мы с ним поговорили. Я бы хотела сделать там как минимум фотовыставку, у нас была такая в Полоцке, и в идеале перевести бы ее на литовский язык. Очень хотелось бы мне. Но получится это или нет, мы будем работать. Там проходит каждый год в Вильнюсе, в ноябре проходят кариновские чтения международные. То есть у людей своя? Да, у нас свой, да. И просто это совершенно неправильно, потому что мне бы хотелось, особенно после этого проекта, мне бы хотелось, чтобы мы дружили с кариновскими городами, дружили бы с кариновскими университетами. Ведь это прекрасное, на самом деле, может быть, то, что нас всех объединяет. Потому что сейчас, на данном этапе, я не могу сказать, что он нас разъединяет. Нет. Но он не делает нас вместе, понимаете? А мне бы хотелось, чтобы это как-то нас всех объединяло. Это имя и в Кракове, и в Падуе, и в Праге, и в Вильнюсе, и в Калининграде. Чтобы мы как-то что-то делали вместе, делали какие-то совместные исследования, потому что исследования требуют денег. А вот белорусы говорят, что надо искать снова в Ватиканских архивах. Что в Вильнюсе сейчас, когда были большие раскопки на горе Гедеминоса, открыли какие-то архивы, там может быть что-то проскорено. Нам нужно это искать. Всем вместе. Но, понимаете, у нас Франциско, у них партишка, и все, и нам трудно. Ну, и мы бы еще очень надеялись, вот когда этот завершили проект, мы обсуждали все нас, очень бы надеялись, кого-то она задела, эта книга. Ну, ученых там наших, в частности, белорусских некоторых там. Хотя негативных отзывов не было, но вроде как это влезло в чье-то поле, да? Ну, вы знаете историю. Вот. Но нам бы очень хотелось, и мы бы, кстати, мы рады этому факту, что кого-то задело, и кого-то это как-то, может быть, его встряхнуло, и, может быть, вот та некоторая информация, которая здесь изложена, им даже и не знакома. Им даже не знакома. Вот мы спрашивали, интересовались, извините, возвращаемся все к этой фамилии Наумов, да? Мы говорим, вы знаете такого? Не, не знаю. Ну, вы не знаете, так что же, ни разу не встретились еще, и так далее. То есть очень бы хотелось, чтобы и наших, ну, хотя бы местных белорусских ученых тоже это на что-то подвигло, может быть, более расширенное, чем сидеть в архиве и продолжать там же сидеть. Вот. Может быть, их задело, так это хорошо. Знаете, как сидят, уваженные в архивах, такой растопырь в локти, и никого не подпускать. Это вот типичная такая поза профессионального исследователя, со всей любовью к этой профессии. И ни с кем не поделиться. Да, да, да. Так что, видите, ваша книжка пробивает какой-то брешь, да? Даёт воздух, да, и даёт какую-то перспективу. Да. А, понимаете, по поводу объединения, это все очень странные вещи. Мы так надеялись когда-то что-то произойдет, и вот начнется процесс объединения. Но тем не менее, все равно, как про любящих людей говорят, что это не значит, что они все время так смотрят друг. А те люди, которые идут и смотрят в одну сторону, взявшись за руки. И здесь, мне кажется, фигура подобная, или непосредственно Франциско, ведет за руки людей в одном направлении. Мне бы, по крайней мере, очень бы этого хотелось. Очень бы хотелось. Очень хочется вам пожелать продолжения исторических прогулок с Франциском с Калиной. Или в его направлении, так скажем. По-моему, книжка удалась на славу. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.